бабах и прошло два года друзья всем привет если вы смотрите этот видеоролик скорее всего тема аккумуляторных пылесосов как таковых а в частности samsung с 70 для вас актуально в этом ролике не будет абсолютно никаких обзоров разборов все по полочкам все структурировано мои мысли впечатления изменения по истечению двух лет если вы не видели два предыдущих ролика первые на канале был после двух месяцев использования второй после года использование посмотрите словающая подсказочка в правом верхнем углу или под видео обе тоже оставлю чтобы понимать предмет нашего сегодняшнего диалога а сегодня мы с вами разберем изменения за два года что произошло что изменилось и изменилось в принципе что-то мои мысли по поводу этих самых изменений и отвечу на комментарии которые вы оставили за эти два года под теме видео на которые я отвечал и я более чем уверен что если вы планируете покупать аккумуляторный пылесос или с 70 то вы найдете 99.9 процентов ответов сейчас тут погнали и так вкратце за 10 секунд напомню вам что это самый простой комплект и то есть это сама вот это вот штуковина там мотор колба это турбо щетка это щеточка для узких до мест всякие плинтуса там диванчики пропылесосить картины если нужно один процент наверно от всего времени использовали даже ничего еще не и удлинительная вот это вот трубка хотя по сути в принципе никто нам не запрещает даже вот таким вот образом убираться среднее время использования имеется ввиду длительность уборки благодаря аккумулятору кстати аккумулятор вот он нигде он не делся точно такой же аккумулятор который был сразу отвечу что длительность работы по моим ощущениям абсолютно никак не уменьшилась и тем более не увеличилось на самом простеньком режиме на самом слабомощном это около 15 минут время работы на среднем самый стандартный около 10 минут и на мощном самом это около пяти минут 90 процентов времени я использую мы используем средний режим ковры плентуса паркет плитка это средний режим на слабом мы используем когда выдвижных каких-то шкафах там крошки от хлеба что-то нужно да там пропылесосить затянуть чтобы это все не извлекать и на мощном ну там ковер там как у как какой-то песок если нужно но мощные редко используем не из-за того что быстро уменьшается заряд а просто нет необходимости сила всасывания на стандартном на среднем вполне меня устраивает колба 08 литров честно говоря даже если было 05 наверное бы тоже вполне было годно напомню турбо щетка это находка находка для всех кто хочет качественной уборки за два года я скажу что извлекали мы вот эту вот насадку да вот тут есть кнопочка и извлекается насадка за два года ровно два раза извлекали первый раз я извлекал когда записывал первый ролик второй раз я извлекал что-то у меня там какой-то волос намотался хотел никак не мешал уборки и вот третий раз при вас я сейчас извлекаю вот посмотрите принципе никаких вот тут какая-то ниточка есть сверху и все выставили вытащили задвинули обратно защелкнули все по щелчку рассмотрим это оборудование собственно что с ним произошло я напомню что у нас пылесос висит на базовой станции там где он и висел в коридоре солнечные лучи на него не падают поэтому выгореть как таковой пластику не не может нигде ничего не треснуло какие-то царапины да вот удлинительная трубка вот какие то есть мелкие царапины ну я даже не знаю как они появляются может быть когда под диваном где-то что-то уборка идет это целое это целое немного где-то что-то поцарапано единственный недочет единственный прокол не прокол не знаю такой нюанс так скажем это вот в этой трубке она удлиняется при нажатием кнопочки вот до такого до такой степени удобно в принципе есть у вас где-то под шкафом где-то нужно подвесить там или в выдвижную какую-то тумбочку там где пропылесосить от хлеба там или еще что-то очень удобно и если вы присмотритесь вот в этом месте вот в этом месте вот прямо сверху до пить и небольшая трещина это пластик это не металл и это пластик и это пластик это пластик поэтому когда вы елозить и вот этой вот штукой по полу до или плинтус стык между стеной и полом то будьте осторожны в том плане что не нужно долбить вот этим пластиком в твердую куда-то поверхность если вы также внимательно присмотритесь тон носик он чуть-чуть скошен то есть со временем когда вы по поверхности убираетесь он немного стирается пластик опять же в зависимости от того как часто и с какой силой вы прилагаете усилия выход выход ну во первых эту трещинку можно закрыть суперклеем что я и сделаю выход в плане вот этого вот скошенного носика самый простой взять канцелярский нож нагреть его и отрезать этот несчастный один миллиметр для того чтобы выровнять если есть необходимость если хотите по красоте следующий нюанс который я бы отнес наверное все таки к минусам да то есть первый минус у нас вот этот вот момент второй минус у нас заключается вот в этой щетке на саму щетку ничего не наматывается но если мы с вами посмотрим вот сюда вот сюда то там в глубине между вот этой гофрой назовем тогда между гофрой и между пластиком там есть какая-то ступенька и вот как раз глядя внутрь можно увидеть что там ну что-то где-то какая-то пыль попадает и застревает то есть нельзя сказать что она застревает намертво почему потому что если вы даже посмотрите вот сюда то там есть свет в конце тоннеля он просвечивается видите вон там он он просвечивается точно так же с этой стороны то есть наглухо он не забивается где-то что-то цепляется какая-то там волосинка на нее накапливается пыль выход да я не знаю какой выход пальцем залез вытянул и все такого чтобы намертво она забилась такого нету кстати очень удобная опция на табло когда вы включаете у вас включается средний режим можно включить минимальный можно включить максимальный и вот когда у вас на щетку при работе что-то наматывается да допустим там она перестает крутиться во первых она отключается во вторых вам на табло сигнализирует что у вас какие-то проблемы ну допустим там пакет вы запылесосили пылесос пыхтит а толку нету то есть у вас на табло это сигнализируется следующий момент вот тут на щетке есть контакты эти же контакты есть и на удлинительной трубочки вот они и эти же контакты есть на самом пылесосе вот вот тут вот то есть по сути мощность аккумулятора до заряд аккумулятора а он также расходуется и на приведение в движение вот этого вот барабана которые по принципу робота-пылесоса первое выбивает допустим из ковра дополнительную пыль да там каких-то там ваших вашу живность по принципу робота-пылесоса он подталкивает всю грязь всю пыль да там какой-то просто если у вас какая-то кукуруза или гречка подталкивает к всасывающему вот этому вот отверстию это я к чему потому что если вы купите да купите обычную щетку без турбо режима да без вот этого вот сосна без электри электропривода то у вас понятное дело пылесос может работать и в два и в три раза дольше в каких случаях вам может понадобиться обычная щетка ну например есть у вас ковер с длинным ворсом как его пылесосить с этой щеткой скорее всего не выйдет потому что она будет наматываться просто телескопическая трубка и каждую ворсинку вытягивать тоже наверное не сильно а вот обычная самая примитивная щетка для длинношерстного ковра на мой взгляд вообще отлично ощутимые плюсы за два года использования их скорее всего то их скорее всего больше но я назову пять основных первое это скорость за которую вы можете приступить к уборке к работе но самый простой примеры которые мы чаще всего используем а убираем мы семь дней в неделю иногда по несколько раз в день потому что приходишь с улицы зима лето неважно осень и в коридоре наносишь какой-то там песок или грязь зимой это может быть даже просто снег который на теплом полу он высыхает и остаются вот такие вот непонятные вещи веник я не знаю где находится в нашей квартире и существует ли он в принципе в природе у нас потому что по сути вот это и есть веник которым убирается все что вы рассыпали за две секунды и так пять плюсов самый первый плюс это скорость к работе то есть постоянно висящий на базовой станции вы берете и включаете убрали поставили обратно это если про быструю уборку где-то что-то рассыпали где-то что-то нужно под убрать да там тополиный пух который вы каждый раз приходите если у вас открыты окна начинается вот это вот бесконечная воздушная баталия второй плюс это то что он находится в собранном виде я думаю что скорее всего вы не любите пылесосить если у вас есть такие мысли именно из-за того что вам нужно собирать этот пылесос где-то найти его в каком-то шкафу открываете шкаф вываливаются эти шланги трубки вытаскиваете начинаете искать розетку для шнура и ищите удлинитель там занято там роутер собранный занимает минимум места ну и плюс он занимает минимум место потому что тут нету вот этого самого блока как на шнуровых пылесосах два третий плюс это его компактность в том плане что сколько бы вы не пересматривали пылесосов аккумуляторных он в любом случае будет в десятки раз меньше даже самого компактного шнурового четвертое вы можете убираться не только в доме вы можете убираться в машине да не платя деньги вы можете взять его там где-то на даче там убрали где-то что-то все нужно то есть аккумуляторный выигрывает и пятое это ну я даже не знаю каким это словом обозвать это наверное вот удобство до удобства не то что тренд трендом по-разному воспринимается людьми а удобство я думаю что большинство из вас не представляют свою жизнь допустим без автоматической стиральной машины на мой взгляд по истечению двух лет убирать квартиру обычным пылесосом таская его за за шнур за собой из и перетаскивая перед подключая розетки это все равно что стирать в тазике не пользоваться обычной стиральной машиной или сохранять продукты не в холодильнике а на балконе зимой никому это в голову не приходит и точно также мне вот на сегодняшний день не придет в голову покупать шнуровой пылесос есть конечно нюансы ну например если у вас квартира 200 квадратных метров во всех остальных это сущие плюсы как говорят хватает ли количество насадок вот количество насадок абсолютно более чем 90 процентов времени мы пользуемся вот этой вот насадкой то есть везде плинтуса все везде 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 9 процентов наверное вот этой вот насадкой какие-то да там еще щели под холодильником где-то что-то там залезли удлинили и 1 процент наверное за все время вот этой вот пользовались насадкой она видите даже в своем первозданном виде какие-то картины там убрать я даже не знаю зачем она нужна если бы ее не было я бы не страдал следующий момент и удобства в отличие от многих пылесосов это удобство чистки фильтров сразу отвечаю на один из комментариев какие фильтры нужно чистить как их мыть не мыть открываете и бокс нажатием кнопочки не нужно прилагать никаких усилий все будет отлично нажимаем кнопочку извлекаем первый фильтр вот он находится сверху просто берем его вытаскиваем вот таким вот образом он находится только что перед съемкой видео я его окунул промыл сейчас положу на батарею из-за того что забивается этот фильтр мощность может уменьшаться все только из-за этого и второй фильтр он находится фильтр очистки он находится вот в этом вот бублике поворачиваете выглядит он как бумажный фильтр можно мыть нельзя мыть за все время я его мыл только один раз под проточной водой и сушил на батарее все на вид он абсолютно никак не забивается потому что он чистит воздух уже который выходит из пылесоса в вашу окружающую среду узвар для горла основная проблема которую видят люди в этом в этой модели пылесоса и которые озвучивали ее в комментариях в обоих роликах за два года заключается вот в этом вот в этой колбе в механизме ее открывание в момент очистки от мусора в чем проблема проблема в том что эта колба состоит из двух частей и когда нам нужно вытрусить мусор мы берем вот вот смотрите ловкость рук берем двумя пальчиками за низ колбы и берем двумя пальчиками за верх колбы и вращаем в противоположную сторону можем держать колбу на месте эту вращать против часовой стрелки можем наоборот держать эту а это вращать против часовой стрелки без каких-либо усилий раз повернули и открыли вытрусили вставили обратно и двумя пальчиками до щелчка закрыли все не нужно прилагать никаких усилий почему потому что объясняю если вы присмотритесь то вот под этой кнопочкой там есть вот так вот я вам покажу есть вот такая вот ступень когда там как и такой зубчик который собственно иди удерживает эту колбу то есть кроме того что она плотно на резинке прилегает он на всякий случай еще ее удерживает и удерживает он ее как раз вот вот за вот эту вот перемычку видите вот такая вот перемычка и люди которые прилагают максимум усилия села есть ему не надо у них вот это вот перемычка где-то трещит по швам вот тут трескается и все ну не знаю за два года все целое главное не прилагать усилия может быть они вот так вот одевают и вбивают и и я честно говоря не знаю как ее можно сломать повернули защелкнули погнали появились ли новые какие-то люфты нет вот тут вот такие усики у нас есть они застегиваются на вот этих вот пазах и колба становится намертво все защелкнули смотрим никаких люфтов нету единственный люфт который по сути был самого начала это это люфт или в том нельзя назвать это удлинитель и мотор то есть если вы посмотрите вот вот сюда вот вот в эту часть вот видите вот так вот я сгибаю через силу и вроде бы есть какой-то миллиметровый люфт но я уже говорил в предыдущем ролике об этом это не бетон это не металл и меня он абсолютно никак не беспокоит не во время повески аккумуляторного пылесоса не во время его использования что я еще заметил нужно быть осторожным во время уборки осколков то есть если у вас разбилась ваза я не знаю там чашка или тарелка то лучшие большие осколки убрать каким-то какой-то щеточкой а уже маленький потом можно запылесосить почему то же самое касается там какой-то фасоли крупной почему потому что когда затягиваются эти осколки вращение идет с такой мощностью и с такой силой в этом барабане она крутится по кругу что эти осколки могут повредить могут повредить эту коллу колбу пластиковую изнутри как-то неудачно да там стукнуть и она может там треснуть не треснуть не знаю конечно хоть это и пластиково можно потом залить заклеить зашпаклевать но не хотелось бы раз в неделю наверное я выкидываю убираю то есть абсолютно проблем никаких нет и на мое удивление в отличие от обычных шнуровых пылесосов которые до этого у нас были при наполнении вот этого вот бокса мощность всасывания почему-то не уменьшается то есть в шнуровом пылесосе ты понимаешь что если мощность уменьшилась это а или забился уже фильтр его нужно мыть или б пылесосу некуда втягивать то же самое в робот пылесосе когда уже забилось накопилось то сила уборки сила всасывания уменьшается тут я такого не замечал а теперь давайте перейдем к ответам на вопросы и по сути это продолжение этого же ролика потому что среди этих комментариев которые вы задавали есть наверное все существующие вопросы которые касаются этого пылесоса значит первый вопрос отключаю ли я его из розетки то есть он висит на базовой станции постоянно заряжается нет не отключаю есть защита от перезаряда и вся новая техника это не только аккумуляторный пылесос она имеет защиту от перезаряда никому в голову я думаю из вас не приходит отключать холодильник когда он даже не работает а в ждущем режиме да он поддерживает отключать телевизор который тоже в душе в ждущем режиме функционирует отключать телефоны которые заряжаются у вас целую ночь но заряжается и заряжается ничего страшного хотелось бы еще один аккумулятор нет меня вполне устраивает длительность работы если я понимаю что нам нужно его не хватило на одну уборку ничего страшного повесил он заряжается ты занимаешься пока что какими-то своими делами не знаю вплоть до того что там моешь окна подзарядился продолжил убирать в целом учитывая что мы пользуемся им каждый день то у нас получается так что ну нету такого какого-то ритуала как у многих да вот суббота нужно потратить убить весь день с 9 утра до 6 вечера на уборку квартиры несколько раз в день мы им пользуемся как минимум после того как приходим с улицы и в коридоре там песок по которому потом песок грязь какая-то земля по которому не комфортно ходить там голыми допустим ногами что самое грязное пылесосил когда меняли бойлер то вот это вот штукатурка и стены вот это вот непонятная штуковина сыпалась и им убирали вообще без проблем выгорало ли что-то нет не выгорало по крайней мере по моим ощущениям визуально ничего цвет не изменила здравствуйте прошло два года подскажите как ведет себя аккумулятор держит ли заряд и довольны ли вы еще пылесосом да целиком и полностью доволен уменьшение длительности работы не заметил пользуемся по два раза в день приходя с улицы вчера купил холодильник в нагрузку по акции к нему шел пылесос именно на него обзор вот теперь думаю продать или оставить в доме два проводных сможет ли он заменить их легко сможет заменить при одном условии если вы площадь вашей квартиры ну я думаю до 100 метров если больше 100 метров нужно или как-то рационально подходить к вопросу уборки или докупать второй аккумулятор а это от 20 до 40 процентов стоимости всего пылесоса корейцы явно не продумали конструкцию стакана до речь идет вот про этот стакан у меня есть такой samsung redmond чуть слабее но у него одно стаканчика просто открывается на петле защелки просто открыл вытряхнул закрыл обратно у меня был такой пылесос точнее такой стакан я понимаю чем идет речь вот тут вот такая защелка и низ колбы открывался как говорят на вкус и цвет все фломастеры разные мне прошлый подход очень не нравился потому что оно как-то неудобно было ты открываешь эту защелку отсюда начинается бесконтрольно вивалюваться мусор куда лучше открутил повернул высыпал закрутил обратно ну повторюсь на вкус и цвет скажите будь ласка чи потрібно виймати з розетки коли він зарядився уже відповів на це питание мы не виймаємо будь-якої техники новой плюс-минус є захист від перезаряду нашему пылесосу уже два года самый главный плюс пылесосов этого типа удобства еще раз удобства а недостаток по мне единственный на уборку квартиры 86 квадратных метров аккумулятора хватает только в режиме мини полностью согласен ну и повторюсь что есть у вас ну до 100 метров то нужно подходить как-то рационально или разбивать уборку на несколько этапов или покупать второй аккумулятор или в момент уборки просто вешать на зарядку и заниматься какими-то параллельно другими делами хороший пылесос на самом деле вся суть в турбощетке но и удобства конечно дал согласен полностью турбощетка это находка если вы не пользовались турбощеткой до этого я думаю вы будете приятно удивлены время работы конечно же смутило убрать дом 160 метров квадратных за 10 минут это не вариант возможно мои мысли не совсем правильные но убрать квартиру заряд за раз 160 квадратных метров обычным даже проводным пылесосом но вы наверное на следующий день не встанете поэтому разница 160 проводной или 160 аккумуляторный ну наверное не столь велика подскажите подходит ли вам для собачьей шерсти да подходит почему нет хоть собака хоть кошка привит яки фильтры можно мытый а я ки не че можно мытый фильтр над дребного пылу дякую да я уже показал что вот этот вот основной фильтр под проточной водой абсолютно никак он не разлагается не разъедает вымали пропылесосили хотите без моющих средств хотите с средствами и на батарею или на солнце летом на дребного пылу который у нас чистит воздух я за все время один раз только его под проточной водой мы у меня не только треснула но еще и отломилась хрупкая часть волосы очень хорошо накручиваются на эту турбо щетку и все зависит от того с кем вы живете а если эта женщина то волос будет полно за ней сразу три вопроса три ответа в одном комментарии по поводу отломилась хрупкая часть я вам только что показывал видео за два года как видите все целое при такой интенсивным при при интенсивном использовании пылесоса по несколько раз в день как говорят сила есть ума не надо поэтому смотрите внимательно не нужно прилагать усилия по поводу турбо щетки и наматывания волос опять же за два года повторюсь открывал два раза его первый раз во время съемки видео после двух месяцев и второй раз там где-то что-то какой-то волосок намотался у меня был этот пылесос в украине его даже строительный мусор не смог убить вполне верю у меня ковер не длинношерстный но турбо щетка тормозит не знаю как прокомментировать у меня ковер не длинношерстный и с ним все отлично и турбо щетка не тормозит возможно она тормозит из-за того что пылесос работает на максимальном режиме и по сути это турбо щетка тормозит ну как тормозит она просто всасывает мы ковер пылесосим на среднем режиме на максимальном он просто будет его поднимать средний режим и вперед samsung наверное специально поставила кумы с маленькой емкостью чтобы дорогие модели лучше раскупались тут важно искать смотреть на золотую середину почему потому что мы с вами понимаем что аккумулятор может быть размером с этот бак и тогда у вас он будет весить сам аккумулятор да там не 200 грамм а два килограмма и пылесос будет работать да там не 15 минут а час но нужно ли это если у вас в руке будет пылесос да там не килограммовый а 5 килограммовый и после каждой уборки кисть будет просто отваливаться поэтому золотая середина смотрите тут все максимально связано между собой чем больше аккумулятор тем тяжелее пылесос и тем он дольше будет аккумуляторный пылесос работать посмотри на четвертой минуте видео послушай что ты говоришь сверху у нас ручка где она должна быть посередине зайдите просто в магазин мало-мальски в котором как минимум хотя бы 10 моделей разных пылесосов и просто возьмите каждый пылесос в руку и вы удивитесь насколько некомфортные одни насколько комфортные другие данная модель она удобно просто даже вот держа в руке то есть под указательный палец все четко под большой палец включения выключения я видел модели в которых держать даже пусть удобно но переключение включения отключения но где-то вот тут вот спереди и нужно при второй рукой тянуться то есть это ну максимально как-то странно выглядит щетки с приводом хватает ли для гладких полов без ковров а то говорят что для полов надо с валиком щетку брать скажу о том что у нас 90 процентов площади без ковров это плитка это паркет ну и ковер если на кухне и в коридоре где-то что-то просыпалось в коридоре это занесли с улицы а на кухне это после там приготовления какие-то сыпучие там вплоть до муки можно это все убирать щеткой вообще без каких-либо проблем все четко обзор никакой одни хвалебные оды я говорил в предыдущем ролике я не сотрудник самсунга мне никто никакие деньги не платят я обычный пользователь точно такой же как большинство из вас которые не любят пылесосить не любили пылесосить из-за того что присос нужно постоянно собирать доставать куда-то втыкать и включать этот пылесос почему хвалебные отзывы но потому что человеку нравится это человек если ему что-то нравится ему комфортно тем более после двух лет использования в этом ролике об этом уже неоднократно сказал то почему бы это не звучит для других людей которые допустим не знают о существовании еще аккумуляторных пылесосов или думают что если он стоит там два в три раза дороже то зачем его покупать точно так же как большинство из вас я более чем уверен не знают о существовании измельчителя пищевых отходов который встраивается за две минуты в раковину и просто наряду с холодильником посудомойкой и стиральной машины делает вашу жизнь сто раз более комфортной и лучшей избавляя от ошметков от всего кроме бумаги то есть все перерабатывается и уходит в канализацию посоветовал такой коллега но посмотрел другой отзыв очень расстроился от двух недостатков аккумулятор нельзя купить запасной стоит защита свой-чужой и никакие другие аккумуляторы кроме родного не подходят а второй минус ломается прозрачный стакан лопается тонкая перемычка на защелке что вам сказать про стакан мы уже разобрали а про аккумулятор покупайте оригинальный в магазине самсунга покупайте на алиэкспрессе будет дешевле но он тоже подойдет читайте отзывы на алиэкспрессе в каких магазинах подходит для самсунгов каких нет не помню еще где этот коммент находится но своими словами перескажу девушка писала о том что после включения у нее пылесос работает пару секунд и выключается такая проблема может быть двух случаях первые это когда у вас не заряжен аккумулятор то есть у вас может быть базовой станции что-то она не заряжает банально просто аккумулятор хотя индикация да там идет проверьте сам аккумулятор а второй когда вы вымыли да вот я кстати сейчас удивился что он у меня включился когда вы вымыли фильтр и когда он мокрый то 90 процентов что у вас пылесос не включится то есть он через мокрую вот эту поверхность он не сможет тянуть воздух и он может подумать что что-то где-то забилось и поэтому отключает то есть высушить и хорошо фильтр чем можно снимать и бачок на и снимающий трубку можно давайте продемонстрируем вот таким образом у нас это все выглядит я нажимаю кнопку и снимаю бачок вытрушиваю ставлю обратно то есть никаких проблем нету вот интересный комент который был еще в первом ролике а за эти два месяца пластик не пожелтел подскажите пожалуйста спустя два года отвечаю за два года пластик не пожелтел вот такой вот коротенький или не сильно ролик вышел если он вам помог выборе есть он в принципе для вас было как-то актуален и вы нашли ответы на какие-то свои вопросы не поленитесь прожмите палец вверх не поленитесь напишите какой-то фидбэк коммент как вам в принципе аккумуляторные пылесосы в целом ну и возможно если вы обладаете samsung 70 серии в частности буду рад услышать до новых встреч в новых видосов всем пока